Доброе утро, дорогие коллеги! Мне очень радостно, что в каждой сессии, как я сейчас сказал, Константин Ленинович, брал местом своего проведения Москву и Московскую консерваторию. Это для нас очень почетно, год, когда мы отмечаем свой юбилей 151 Московской консерватории. И, собственно, то, что будет происходить здесь, в этих дней, является продолжением того, что мы уже начали в сентябре прошлого года, когда здесь прошла очень представительная международная конференция «Общество теории музыки», посвященная как раз нашим традициям, традициям науки, исполнительства, традициям на творчестве. И таким образом был дан старт вот той программе, которая сейчас, можно сказать, входит в ремонтизационную фазу. Ну, а продолжением для этого нашего актива сегодняшнего диалога будет еще и в Международной конференции непосредственно в дни празднования стартных дисбелетия. Я буду рад вашему участию, так же и в нашем научном научном обществе. Но сегодня, если посмотреть на список организаторов, то видно, насколько он представительный. Это и научный совет по проблемам истории музыкального образования. Он был уже прошел 6 лет, он был создан в 2010 году, так и действительно была найдена очень хорошая форма для научного диалога, поскольку каждая сессия меняла адрес, она проходила в разных этапах, поэтому мы и создали такую структуру, в которой сегодня действительно очень много и на которую очень многие надеются. Также, как я вспоминаю организаторов Московской консерватории, это первое с 3 государственные гуманитарно-патологическое решение, где уже проходила такая сессия. Мне очень приятно, что действительно, что мы так крепко для общественной традиции, поэтому сегодня именно этот город, его представители, заисклизированы как организаторы. Это, я думаю, что Россия самостоятельно изменилась на такой группе, где мы не видим, но это тиснее, что образом связано с Натем Халаткаевичем, и на самом деле очень многие наши программы, они объединены, и у нас соответствуют председаниям наших советных ученых. Таким образом, вот эта такая системная работа также позволяет нам объединить усилия. Это российское историческое общество, которое все более становится заметно, оно имеет свои собственные программы, но очень приятно, что это темы освещает именно этот аспект исследования. Ну и, наконец, уже упомянуто именно общество теории музыки, которое вышло буквально в последние годы на международный уровень, и тем самым, в общем, получила возможность представить наше накопление научное не только на границе Российской Федерации, но и за ее пределами, тем более, что там очень много уже наших постыдников, действительно, охотно включается вот в такую совместную работу. Форма этой сессии очень интересна, это и Российская конференция, которая как раз предпосвящена 70-летию Московской консерватории, и называется Московская консерватория в ее историческом развитии, это международный семинар, история музыкального образования, и ту высоту, которая будет, естественно, возникнуть всем дискуссиям, которые мы здесь все равно быстро будем. Ну, то, что меня особенно радует, это то, что я держу в руках, уже изданные вот эти наклады. Согласите, что такое, если и бывает, то крайне редко. Обычно мы всегда стараемся сузить вот этот временной интервал между самим событием и его отражением, может, в каллиграфической завершенной форме. А тут, на самом деле, хочется распороднуться и поблагодарить коллег за то, что уже опубликованы эти доклады, и из два сборника. Один – это конкуренция, а второй – это семинар. Поэтому заранее можно сказать, что мы уже имеем в руках такой сильнейший материал, и, конечно, он будет использоваться и в самой консерватории, и всеми, кто уже принял участие в подготовке нашей встречи. Ну, я хочу поблагодарить всех, и в том числе и тех, кто технически обеспечил эти возможности, в частности, BP, BP, в том числе, мы, а точнее, нашего предпринимательского завета на своем роде, и вся наша издательская программа практически обеспечивается финансово именно вот этой нашей дружеской компанией. Ну, и сегодня вот уже, значит, дается старт этой нашей конференции, она пройдет на протяжении трех дней. Я надеюсь, что у всех у вас будет возможность пообщаться и вне, в этой регламентной части, и мы постараемся, чтобы это было приятно. В нашей традиции выделяется то, что всегда находится возможность для каких-то концертов, для интересных творческих встреч, и поэтому в программе конференции все это предусмотрено. Минусы просим. Зал у нас после консерваторий для вас открыт. Могу сказать в качестве анонса, что те, кто задержится в Москве или просто здесь будут, могут быть участниками инаугурации последнего из отреставрированных залов Московской консерватории Рахмановского. Зал зайдет 30 апреля. Зал «Красавец», как вы знаете, сейчас он стал еще красивее и по реставрациям там выступает здесь Мацуев, поскольку в этот же день Мацуев открывает свой конкурс молодых леонистов, международный конкурс, но это уже открытие произойдет здесь, в Большом Зале, в вечных 20 часов. Ну а в 15 часов, в промежуточном, в Малом Зале, выйдет концерт с победителями, обладателями Гран-3 последнего из отреставрированного существования Монгозского Плевца. Так что, в общем, такая принтесенция событий. В этом году мы ранее приглашаем. В этом году я еще раз благодарю, что мы сегодня вместе с нами. Большое спасибо. 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 Уважаемый Александр Сергеевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Ну, для меня лично и для всех, которые мы не знаем, большая радость и честь Жене Старгиве сотрудничать, прежде всего, с Московской консультацией. Мы находимся в музее Руменштейн. Это то самое место, которое вызывал те музеи, которые называются «Игрыбинки». Это музей имени Руменштейн. И наш музей, который использован уже 164 года, и сюда начиналось с одной небольшой комнаты на стенах Московской консультации. Мы это помним, мы это чтим. И вот, как оказалось, я считаю, правильно заметил, что два столетия в нашем музее были совместные заседания впервые до двух двух годов семьями ученых советов, где мы договорились о совместной программе «Истия». И, может быть, кто-то подумает, но какое это имеет отношение вообще-то в научной сессии, которая говорит о проблемах истории музыкального образования. На самом деле мы являемся сегодня хранителем многих фактов нескольких веков и в том числе, что создается историей российского музыкального, уникального в основе российского образования. То, что нет ни одного неизвестного имени, ни одного, конечно, очень высокий уровень людей, которые и собирают такую сессию и конференцию, те, конечно, поднимают участие. Большое вам за это спасибо. Мы все занимаемся в той или иной степени сохранением культурного наследия, музыкального, исторического и многих раз таких. Мы сегодня озабочены тем, что в деле сохранения музыкального культурного наследия мы столкнемся с тем, что уходят поколения, поколения не нравится. И сегодняшнее поколение не совсем становится ясно, а мы какие были эти люди. В том числе и многие герои, чьи фонды мы храним, изучаем и мы резервы. И, наверное, сегодня пришло время не только в музейном специалистам музейного сообщества, но и ученым, специалистам вместе говорить на тему того, а как нужно сегодня представлять там очень музыкальную историю, музыкальную культуру наследия. Как сложно доходить, чем языком, что самое трудное. Сказать невероятно трудные вещи и очень простые, потому что сегодняшние молодежи это было понятно и достойно. поэтому мы надеемся работаем ежедневно. Это очень трудные такие упражнения, которые мы занимаемся с нашими коллегами. И, конечно, может быть, вот на такой высокий уровень, на такой уровень конференции я бы предложил в ближайшие будущее, Александр Владимирович, я бы хотел вас попросить. Мы много с вами проводим, мы принимаем участие в нашей конференции, мы принимаем участие в наших конференциях. Может быть, поговорить о том, как сегодня правильно хранить и вносить следующим поколениям то, чем мы все с вами занимаемся. И, ну, а тем, как такое озвучено здесь, я думаю, что в юридических сборках и в тех публикациях, которые для этого будут развиваться после этой конференции, конечно, мы уверены, что это будет новый толчок и какое-то интересное развитие тому всему, чем мы с вами занимаемся. В такое сложнейшее время сегодня экономическое, экономическое, экономическое стандарство еще. Можно сказать, что конференции сегодня проходят, и проходит многое, и состав участников увеличивается, и сборники издаются, и сегодня даже, я считаю, что инновационным способом. До начала конференции, я уже собираюсь уже слышать, что это, конечно, доброе. Все, в конце своего выступления я хотел бы сказать слова «Благодарность истинного восхищения покоростку Московской пенсионерной пенсии, лично стадии Санской Пенсионерной , что нормальную программу, которая была обещана из поведения Градовщины, медсидентской пенсионерной и поспоритель Московской пенсионерной сегодня. Им узнать right, что дружко за это слово, потому что Глаз, душа, сердце, когда ты проходишь за ним, я заходишь с вами, я заходишь с вами, я заходишь с вами, я по мультфильм. Ну, так и должно быть. Если вам хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, уважаемый Александр Сергеевич. Вы должны представить, вы не видите. Здесь присутствует совершенно президент, российское историческое общество, директор стопы российской истории, и Александр Сергеевич, это выставка с основателем докладом. Я пару слов предваряю, хотел бы сказать о том, что, конечно, когда Владимир Ильич Одесский предлагал совместную работу, то российское историческое общество с удовольствием согласились. В семинаре, сейчас больше двух лет назад, общались, где нужно было ободряли, поддерживали, и сами черпали силы от людей, которые такие замечательные делают дела. Мы находимся сегодня в сутом месте. 150 лет в консерватории в этом году, и в этом же году 150 лет основания русского исторического общества, и я приглашаю всех принять участие в юбилейных мероприятиях, в этом же 150-летие в Риме, может быть, население. И приходит в голову то, что на момент основания и русского исторического общества, и консерватория действовало уже почти 10 лет русское музыкальное общество. И задачи русского музыкального общества, конечно, были созвучны, и задачам РИО, и РИО революционного, и РИО сегодняшнего, задачи, которые можно обозначить одним формом, посвящение музыкальное, посвящение историческое, посвящение культуре. И, собственно, вот основание русского исторического общества, его успешная работа в течение первых лет, она дала возможность царской семье с людьмым сердцем присвоить ему статус императорского общества, и уложила начало образованию других обществ, посвятительских. И здесь, уважаемые коллеги, это вопрос к сообществу, как раз вопрос к сообществу, которое занимается историей, музыкой, музыкального образования, может быть, и возобновить деятельность в русском музыкальном обществе, мы были бы тогда с вами хорошими партнерами. Спасибо.